У нас здесь возникла вот эта совершенно роскошная штука. 1 минус 1 плюс 1 вторая, минус 1 шестая, минус 1 двадцать четвертая, минус 1 двадцатая и так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, это не просто число. Оказывается, это одна етая. Рассказываю, что такое е. Это очень полезно узнать. Это число одной из великих. То есть, в математике вообще не так много чисел, которые обязаны знать совсем-совсем-совсем каждое. В математике есть такое число Пи, которое в младших классах изучает отношение длины окружности. Помните, да? Длина окружности. В смысле? Окружность. Длина окружности раздрелит нежу диаметром. То, что вы не изучали, не означает, что не надо изучать. Поймите, пожалуйста, сейчас у нас вообще, я так скажу, плохо со школой. Совсем, да? Вот, ну, клянусь, что это так. Вот если берешь длину окружности, то она расчисляется по формуле 2 Пи умножить на Р. Длина окружности разделить на диаметр, это есть такое? Да. Это великое число. Совершенно замечательно. В тематике оно очень-очень-очень часто встречается. Вот. Не менее великое число, это число НИ. Поворот на 90 градусов или то же самое, более изминучающей пилиции. Вот про него я сейчас говорю, что НИ, столь же великое, как эти два, это число Е. 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, вторая, плюс 1, шестая, плюс 1, двадцать четвертая. Чем оно отличается от того, что там написано? Там есть плюс и минус. Там есть плюс и минус, а здесь что? Нет. Только плюс. Здесь еще один. Вот. И вот оказывается, что вот эта штука, одна еда, потому что оказывается, если вы напишите вот так, 1 минус 1 плюс 1, вторая, минус 1, шестая, плюс 1, двадцать четвертая, минус 1, двадцатая, плюс 1, семьсот двадцатая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это как в тот раз мы делали. А вот давайте мы сейчас это сделаем и проверим. А давайте вот это, да? Мы умножим на это. Нарисовать очень красивую дорогу. Разумеется, понимаете, что это справится? Один, один, одна вторая, одна вторая, шестая, минус 24, одна 120, одна семсотинца. Один, минус один, одна вторая, минус одна шестая, одна двадцать четвертая, минус одна сто двадцатая, одна семьсот двадцатая. А теперь надо умножать. Здесь порядочек будет один. Здесь будет один, а здесь будет что? Минус один. Ты согласны, что эта сумма, это очевидно? Один, две. Очевидно, две. Хорошо. А здесь? А здесь? Минус. Минус две вторых. А здесь? Одна вторая. И чему же равна сумма? Нулю. Так, ребятки. Вот, если честно, мне немножко лень заполнять всю. Таблицу. А вам нет. Я тут тоже вовремя. Да, конечно. Так, дальше. Сейчас, каждый в своей тетради. То есть, вы хотите это понять, эту таблицу надо не полениться. Вот прямо на 720 написать. И вот прямо такими диагоналями это увидеть. Потому что, понимаете, одно дело бортовья, а другое дело... Потому что это настоящая математика. Это одно из важнейших чисел математики. И мы сейчас увидим очень важное его свойство. Не всякий случай. Мы сейчас, например, будем писать второй раз. Нет, вы сначала напишите первый раз. Вы сначала напишите первый раз. Шесть двадцать четвертых. Отлично. Отойдите. Нет. Не так отойдите. Да, вот так, чтобы доску было видно. Народ, проследите, пожалуйста, за всеми дробями, которые надо писать. Один минус четыре шесть минус четыре один. Кто-нибудь вспоминает эти числа или нет? Один четыре шесть четыре один. Что такое? Строчка треугольника Паскаля. А у нас было такое свойство, что если в строке треугольника Паскаля чередовать плюс и минус, то будет ноль. Помните? Да. Замечательно. Пишем 120. Опять, все пишем 120. Не догадайтесь, какая это будет строчка треугольника Паскаля. Следующая. Конечно, следующая. Минус одна двенадцатая, это сколько 120? Ну, по десять, конечно. Минус десять, 120. Да. Опять, мы просто десять, 120. Да. Одна семидесят двадцатая. Минус шесть, 720. Один шесть пятнадцать, двадцать пятнадцать, шесть один. Что такое? Шестая строчка треугольника Паскаля. Так? Так, спасибо большое. Мы все сделали. Нет, в смысле, что, конечно, при Этузиазме надо было бы писать следующую диагональ, следующую, следующую. Да? И вот сейчас надо понять, а почему же там возникают чисто треугольники Паскаля. А давайте запишем в общем виде. Что мы берем отсюда? Ну, единицу делить на какой-то факториал. Согласны? Давайте так и напишем. Единица делить на А факториал. Что мы берем отсюда? Ну, тоже единицу делить на факториал. Правда, сознательность какие-то, да? Минус один степени М делить на М факториал. Согласны? Замечательно. А когда мы их перемножаем, мы их пишем с каким знаменателем? Вот смотрите, здесь была двойка, здесь было три факториала. А писали мы с каким знаменателем? Со знаменателем 120. А 120 это 5 факториалов. А 5 это 2 плюс 3. Значит, с каким знаменателем мы их все время писали? К плюс 7. Конечно. И значит, возникает вопрос. Как записать вот такое число с знаменателем К плюс М факториал? Понятно как. У вас в числителе будет минус один степень М. Умножить на К плюс М факториал. И разделить на К факториал, М факториал. Что это такое? К плюс М факториал разделить на К факториал, М факториал. К плюс М факториал делим на К факториал и на М факториал. Что это такое? Число сочетание. Из чего? Из. Ну, из К плюс М по им. Согласны? Да. Ну, или из какой-то из К плюс М по К. Это одно и то же. Это просто число сочетаний. Все. Это минус 1 степени m и число сочетаний из k плюс m по m. Все. Это просто самое обычное число сочетаний. Но я бы обещал, что мы сейчас эту таблицу будем писать в такой красный имя. Обязательно будем. Потому что это еще важнее, чем то, что мы сейчас написали, и еще красивее. Господа, оказывается, на свете есть такая штука. Функция называется экспонента. Может быть, слышали? Экспоненциальный рост заболевших. Любимое, да? Там вирусное заболевание распространяется как геометрическая прогрессия. Слышали что-нибудь такое? Ну, это да. Вот это оно и есть. Смотрите. Экспонентом, это оказывается, следующая штука. 1 плюс x плюс x в квадрате разделить на 2. Плюс x в кубе разделить на 6. 4 разделить на 24. x в пятый разделить на 120. И так далее, и так далее, и так далее. x в степени n, и так далее, и так далее. Господа, вот этот ряд, это, конечно, число е, но заодно, это просто-напросто экспонента от единицы. А этот ряд, это экспонент от чего? От минус единицы. Абсолютно верно. Вот этот ряд, это просто-напросто экспонента от минус единицы. А единица, это экспонент от чего? От нуля, конечно. Единица, просто единица, это экспонент от нуля. Так вот, смотрите, когда экспонент от единицы умножается на экспонент от минус единицы, то что у нас получилось? 8. Единица. У нас получился экспонент от нуля. Правильно? То есть границу, которую вы только что сейчас доказали, оно было такое. Экспонента от единицы умножить на экспонент от минус единицы – это есть экспонента от нуля. Е умножить на одну е – это единица, так? Догадайтесь, какую формулу? Одну из самых-самых-самых важных математик я сейчас покажу. Экспонента от x умножить на экспоненту от y – это будет что? Догадайтесь. Конечно, конечно. Экспонент от x умножить. Ребята, берете любой калькулятор в так называемом научном режиме. Вы знаете, какой калькулятор в таком простом режиме? Так вот, берете в научном режиме и там обязательно обнаружите функцию E в степени. И там есть еще такая функция натуральный алкарифм. Ну, что такое натуральный алкарифм? Это я сейчас скажу, но объяснять не буду. Натуральный алкарифм – это вот что такое. Если y – это экспонент от x, то x – это натуральный алкарифм y. Это функция обратная к экспоненте. Да? Вот. Но больше сейчас я понял, что натуральный алкарифм – это ничего не было. А вот эту великую формулу, что экспонент от x умножить на экспонент от y – это на самом деле экспонент от суммы. Это мы с вами сейчас докажем. И оказывается, что доказательство – это в точности та же самая традиция. Вот просто совсем-совсем в точности. И это надо опять-таки не полениться себе записать. И, что называется, на всю жизнь вы поймёте очень содержательную вещь про экспонент. Поехали. 2xy делите на 2. Да. А в сумме это даёт x плюс y в квадрате? Конечно. Конечно. В сумме это даёт x плюс y в квадрате, но мы делим на 2, естественно. Все видят, что происходит? Да. А, видимо, потом будет x плюс y в квадрате. Конечно. Конечно. А, тогда все. Да. Да. И посмотрите, если одну шестую вынести за скобку, что там будет? 3x в квадрате, плюс 3y в квадрате, плюс y в квадрате, плюс y в квадрате. Все поняли? Да. Осталось чуть-чуть? 24, да. В номинате 4. Это будет 4, да? И потом там коэффициенты по треугольникам. И последний фото для числа 120 напишите. Нет, вы можете идти отсюда. Одно из слов вы догадаетесь, что там есть. Это действительно замечательное, совершенно что угодно. Я понимаю, что вам сейчас кажется, что это какая-то странная игра, какая-то там табличка. Но поверьте, это одна из самых-самых важных. Функция экспонента, или, другим словом, е в степени х, это действительно важнейшая математическая. Так, а почему 10? Вы уверены, что 10? 6? Да. А, да, 10, 10. А, ну да, все правильно. Там же треугольники поставили. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 120. 120, да. 25. Да. Все, конечно, замечательно. У вас получилось опять четвертый и так далее. Но, как это будет выглядеть, вы берете какой-то член. х в какой-то степени делить на факториал этого числа, так? Да. Пишите. х в степени k делить на k факториал. Так. Вы согласны, что мы берем что-нибудь такое, да? Да. Умножаем на что? На y. Тепени. М. Делить на m. Тепени. А записываем мы это со знаменателем какими? Со знаменателем? Ну так же, как в прошлой табличке. Как плюс. Да, совершенно верно. Нет, нет, нет. Делить нельзя. Это надо просто вот написать, что это равно, там, чем и чему-то со знаменателем k в степени m. Тебе надо понять чему. Ну там, из степени k и из степени m никуда не денутся. Так и надо написать. Да. b в степени k, да, да, y в степени m. Да. Вот. А вот кеффициент. Да. Совершенно верно. Будет k в степени m в степени. Да. Так, нормально. Понимаете, что пишут? Или нет? Да. Вот. Ну и теперь самое главное. k плюс m в степени m в степени m в степени. И все это делить на К плюс М фатриал. Так, надо вы представляете. Когда К плюс М фиксированная, то вот эта штука, это и называется в одном ньютон. И когда вы это присуммируете, у вас будет Х плюс У степень К плюс М делить на К плюс М фатриал. А это тот самый сет, который есть в экспоненте А. Спасибо большое. Все. Поняли? И я знаю, что это тяжело. Поняли или нет? Да. Поняли. Отлично.